здравствуйте друзья движется движется потихонечку избирательная кампания соединенных штатов и я тогда уже значит очередным дежурством сегодня что происходит происходит у нас тут вот олимпиада скоро и недельки так ну ну почти на целый месяц но не 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 целый но почти олимпиада привлекает к себе очень много внимания отвлекая простого избирателя от значит избирательной кампании то есть как большое шоу красиво вот тем более обычно американская команда хорошо выступает всегда и тогда надо сказать что съезды партийные где они там своих кандидатов выдвигают обычно происходят происходит на месяц позже вот если сейчас они прошли в июле там где-то ближе к концу июля то обычно это было бы на месяц позже то есть прошла себе олимпиада потом съезда и потом пошла пошли рубиться там уже значит следующий этап после съезда буквально через несколько недель традиционно это начинаются уже дебаты между кандидатами вот выходит два человека и там три раза у них 33 таких сессии и там соответственно уже народ смотрит особенно те кто не очень определился хотя вот этот процент неопределившихся он как-то все снижается но не суть значит про дебаты а сейчас получается что между дебатами и конгрессами вот эти партийными где назначают кандидатов одобряют большой промежуток времени мало того в этом большом промежутке времени у нас олимпиада но я хочу сказать что конкретно вот эта компания избирательная отличается кардинально от всех остальных которые раньше были в истории страны тем что у нас такое как бы reality show то есть если раньше была компания там какие-то правила были какие-то ну я не знаю там рамки вот они что-то обсуждали там и так далее сейчас рамок нет ну смысле один из кандидатов он так как-то вышел за рамки уже как бы получается нет рамок рамок нет там того нет всего нет постоянно значит вот он как-то ставит республиканцев там коллег ну я не знаю коллегами можно назвать по партии потому что трамп еще тот республиканец конечно но на всяком случае ставят их в неудобное положение последним тут у нас вышел такой опять я я не хочу сказать что именно скандал но я хочу сказать что это вот как бы продолжение reality show трамп экономит много денег вот если клинтон например там телевизионную рекламу деньги вкладывать и так далее ему даже не надо он просто сказал чем-то за бесплатно такое внимание так вот последним была история с родителями пакистанского пакистанского происхождения капитана армии соединенных штатов который погиб в 2004 году в ираке и отец его выступал на конгрессе демократической партии и с матерью она рядом стояла стояла рядом ничего не говорила вот он ее так за плечо значит обнял и он довольно негативно высказался о трампе который там значит конституцию не читал там как бы нарушает фундаментальные права права граждан там вот это имел ввиду вот и думал все равны а то у тебя одни правила там а для других другие ночи вот как-то негативно высказал и у него есть как бы право морально высказаться потому что конкретно трамп высказывалась по поводу мусульман что вот не надо их вообще в страну пускать и зачем они нам тут нужны потом он немножко сузил это все сказав что но надо может быть не всех мусульман не пускать а только вот из каких-то таких стран где значит вот непонятно что происходит вот может быть там угроза терроризма выше проникновение оттуда вот оттуда не пускать ночью такое и он выступает причем это такой не вообще мусульманин простой рядовой а такой довольно продвинутый адвокат то есть как бы хорошо зарабатывается все дела в общем но и он выступил надо сказать что аналогичное выступление было на конгрессе у республиканцев когда выступала мать военнослужащего американского погибшего в бенгазе и они на клинтон там значит как бы вешают ну обвиняют ее в том что вот это по ее недосмотру произошло и так далее ну вот как бы да примерно такие симметричные действия на в предвыборной кампании но дальше трамп значит как тот начал им отвечать и в его как бы сказать отнекиваться то есть сегодня кто там был сегодня маккейн по моему да сегодня маккейн написал что нельзя по трампу судить о республиканцев что там есть приличные люди тоже и что значит это семья героя и так далее то есть вот он как бы они начинают за него извиняться причем это массово пошло потому что у республиканцев на самом деле на кону не только выборы президентские не только и не столько который непонятно непонятно ценность такого республиканца в должности президента как риск как трамп на самом деле потому что потом вообще костей не собрать с таким президентом но у них еще же выборы полностью меняется палата представителей и на треть меняется значит сенат поэтому они не могут с таким идти то есть это как бы их там дискредитирует на выборах местных поэтому вот у нее такое массовое размежевание в общем то же самое кейсик там вот который губернатор штата агайо и райан и в общем и и вице-президент будущий как бы кандидат искать напарник напарник трампа на 1 должность 8 вице-президента в общем он им шорох такого дает они не привыкли они привыкли вести избирательную кампанию вот по таким каким-то таким традиционным классическим правилам а он ведет по правилам реалити-шоу поэтому никто не знает что будет следующим кто чего выкинет там и так далее с другой стороны надо сказать что пишут так что конечно то есть он постоянно дает повод поговорить там о себе но сказать что вот то что он выкидывает может как-то оттолкнуть от него кого-то кого еще не оттолкнула раньше что-то так другое уже вряд ли то есть вот какие бы он там фортеля не выкидывал остается вот некоторые так сказать аудитория приверженная и на нее уже особо ничего не подействует поэтому борьба идет фактически на уровне тех там нескольких штатов где все и решится в частности вот штат агайо где кейсик как раз губернатором является вот там очень многое решится это один из таких вот проблемных штатов непонятно туда перекинется сюда перекинется это важный очень штат и учетом говорить исторически исторически практически не было президентов сша от республиканской партии которые стали бы президентами без того чтобы выиграть штат агайо он такую знаковую важность имеет то есть может и был кто но одно так там может один то есть это такое как не знаю слова подходящего нет но вы поняли о чем речь значит и вот там в этом штате огаев этот кейсик как бы противостоит трампу на конференцию не пришел знать вот не только эндорсменту ему не давно так еще и и даже не вообще не появился в общем трудно сказать что дальше будет но по во всяком случае мы вот наблюдаем я вам рассказываю вот в три раза меньше денег будет ежедневно будет потрачено во время олимпиады компании клинтон на телевизионную рекламу в три раза меньше чем до олимпиады и после олимпиады это понятно из заявок которые были сделаны соответственно как бы они не рассчитывают что во время олимпиады люди будут сильно интересоваться политикой это демократы вот а республиканцы ну по закучи у трампа могут быть совершенно другие планы а там есть столько занятных олимпийцев про которые может которых можно высказаться можно высказаться про там не знаю бразилию в целом что-то давно никто бразилию не опускал в общем у него возможности много это специалист большой по реалити-шоу еще пишут знаете что еще пишут что вот народ хочет перемен и это очень хорошо видно вот эта протестность вот этот успех и трампа и успех сандерса значит вот протестное такое люди хотят перемены это то что привело в свое время обаму перемен перемен и тогда такая шутка была готов чем перемена вот что в чем чем вот что что зачем такое обама приносит мы говорили это глубокий глубокий смысл имеет шуточка говорили но хотя бы он не клинтон и не буш так это уже перемена то есть и стали устали люди от истеблишмент вот и если трамп он все время кричит тоже чем чем сейчас перемены какие-то там и так далее мы не знаем насколько это хорошо будет может быть лучше уже и не менять поэтому не всякая перемена к лучшему но от клинтон ожидать перемен вообще невозможно поскольку она все-таки из истеблишмента и прямо-таки клинтон понимаете не иванов там не не смит там не рыбинович а прямо-таки клинтон клинтон в общем говорят насколько стремление людей каким-то переменам приведет к тому что они за него голосовать не захотят очень много спекуляций очень много рассуждений всяких осталось сто дней до выборов да у нас там где-то 22 что ли 23 ноября вот осталось 100 дней до выборов из них считайте там три недели с лишним выпадают из-за олимпиады вот так что очень многое конечно очень многое определиться во время дебатов то есть люди которые сомневаются для них дебаты и имеют очень большое значение так что ну подождем увидим 20 какого-то 8 что ли сентября по моему первый раз уже дебаты должны были бы быть хотя пишут что трамп что-то пытается поменять расписание как-то ему не знаю что ему там удобно неудобно во всяком случае вот конец сентября и если ничего не произойдет то мы наверное до конца сентября уже не будем дежурить по америке то хотя чует мое сердце что реалити шоу не может на два месяца замереть уж прям уж так совсем так что у нас цирк цирк не уезжал никуда шатры раскинуты значит там там клоуны на арене публика в ожидании ночи посмотрим так что будем считать что я на сегодня дежурство свое сдаю счастливо